МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смертельная вечеринка. Ссора в кафе закончилась смертью молодого человека в Караганде. Конфликт между двумя посетителями увеселительного заведения произошел накануне ночью. Сценарий разборки банальный. Двое ребят сцепились между собой в процессе посиделки и вызвали подмогу. Уже на улице, когда поздорившие парни стали драться, один из присутствующих мужчин стал конфликтовать с представителем противоположной стороны. В ходе словесной ссоры он вытащил обрез и выстрелил в него, чего не ожидали даже его друзья. В результате потерпевший мужчина, 1983 года рождения, скончался по пути в больницу. На месте происшествия полицейские задержали несколько участников конфликта. Стрелявшего среди них не оказалось. Он в настоящее время разыскивается. А вот жители Балхаша убили и ограбили пенсионерку. Пожилая женщина была убита несколькими ударами по голове. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Балхашского ГОВД и ДВД области были задержаны двое жителей города. Одному из них 23 года, второму 20 лет. Оба не работают. Установлено, что подозреваемые с целью кражи денег пришли к потерпевшей. Когда пенсионерка открыла дверь, один из них ударил ее несколько раз металлической трубой по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. После совершения убийства злоумышленники взяли из шкафа деньги в сумме 200 тысяч тенге и скрылись. Орудие убийства изъято. Задержаны во дворины ВВС. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 96 Уголовного кодекса. Проводится расследование. Труп мужчины был обнаружен на месте пожара в частном доме. Сегодня ночью в Караганде, в селе Жанаул, загорелись отдельно стоящие хозяйственные постройки в частном жилом доме номер один. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В ходе тушения огня обнаружен труп мужчины, личность которого пока не установлена. А также в результате пожара погибло 19 голов скота. Отдаленность данного населенного пункта от ближайшей пожарной части составляет 7 километров. И в поселке нет водоисточников, поэтому заправляться пожарным машинам приходилось в сортировке. Но это не повлияло на ход тушения пожара. Вода была постоянно, то есть, меняясь, машины ездили на заправку, пока другая машина тушила. Привемся на короткую рекламу. Далее все самое интересное. Молочная фабрика «Натяже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии акцидофилус выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натяже» с заботой о вашем здоровье. Недешевое удовольствие. С февраля повысилась плата за телефон. Рост тарифа для населения составил 20%. Карагандинцев эта новость никак не обрадовала. С чем связано подорожание и будут ли теперь горожане говорить меньше – в следующем репортаже. Ну, откажемся, да и все. На сотки будет дешевле. Новость о том, что с февраля за телефон нужно будет платить на 20% больше, неоднозначно восприняли карагандинцы. Ведь с последнего подорожания не прошло и года. В апреле 2012-го услугодатель уже поднимал тариф на 20%. Теперь домашний телефон многим попросту будет бить по карману. Подорожание, оно бьет, естественно, по карману. Конечно, не хотелось бы, чтобы поднимался уровень, потому что на пенсионеров равняется, что им поднимают зарплаты еще кто-то. А в основном-то большая часть населения не имеет прибавки. Пенсия минимальная. И поэтому на потарифные расчеты веду. Небо немецкое хватает. Чтобы поменьше разговаривать, только в экстренных случаях. Ничего положительного я не могу сказать. Потому что у меня родственники и в Воронежской области, и это самое. Ну, тем более мы уже в таком возрасте, что нам нужно общение. Но зарплата стоит на месте. И также и пенсии. Как пояснили представители Казактелекома, повышение произошло в рамках ребалансирования тарифов по приказу Комитета связи и информатизации Министерства транспорта и коммуникации страны. Подорожание коснется абонентов, не переведенных на повременную систему оплаты. Вместе с тем подешевел интернет. Немного, немало на 5%. Все расчеты у нас ведутся центральным аппаратом по согласованию с правительством. Поэтому были расчеты себестоимости, предоставления услуги. В связи с чем мы столкнулись с этим увеличением. Чтобы квитанция за телефон не оказалась для горожан сюрпризом, представители Казактелекома призывают ознакомиться с новыми тарифами на сайте компании. Недоступные контрацептивы. В Казахстане дорогие противозачаточные таблетки. Так сегодня сказала известная правозащитница Бахатуменова. Эксперт считает, что препараты такого рода очень дорогие в стране. Наши журналисты решили провести независимое расследование и узнать действительно ли это так. Правозащитница Бахатуменова призывает фармацевтов снизить цену на контрацептивы. Женщина уверена, именно этот медицинский продукт стал недоступным для населения. По ее словам, все виды контрацептивов должны быть включены в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Кроме того, нужно разработать критерии понятия социально уязвимых групп, в которые нужно включить подростков и молодых людей до 25 лет, живущих за чертой бедности женщин, женщин-инвалидов, мигрантов, людей с ВИЧ и секс-работниц. Ценовая политика, видите, все препараты идут разных производителей. То есть, если препараты, допустим, отечественного производителя наши, то, естественно, цены будут ниже. Если препараты зарубежных производителей, то и цены, естественно, выше. Однако мнения жителей города разделились. Одни считают, что препараты должны быть доступны, другие говорят, что цена должна быть дорогой. Как бы такими уже контрацептивами мы не пользуемся, мы пользуемся внутриматочными, спиралями и так далее, как бы, более такое. Ну, а вообще, наверное, доступно молодежку использовать. Вон, это доступно, да? Конечно. В спирали. Конечно, конечно, это надо. Скорее всего, либо презервативы, либо внутриматочная спираль. Либо то, либо то. А цены, это нормальный цены? Для меня нормально. Для меня нормально. Все по ценам нормально, да? Да. Чтобы устраивать цены, да? Да ничего, вроде бы. Я еще не рожала, поэтому некоторые говорят, что нежелательно девушкам пользоваться контрацептивой. Обычные методы используем. Презервативы. По ценам доступны, да? А по ценам, да, в принципе. Устраивать, да? Ну, можно найти себе доступные. Сегодня отмечается день борьбы против рака. Каждый год этот день обозначается медиками определенной приоритетной темы. В этом году он пройдет под девизом «Рак, знаете ли вы?» и будет посвящен пятой цели мировой декларации рака о провержении разрушительных мифов и разъяснению заблуждения об этой болезни. К слову, в области ежегодно проводятся акции по борьбе с одним из самых страшных заболеваний современности. Врачи-онкологи оказывают консультативную медицинскую помощь всем желающим, а волонтеры раздают горожанам буклеты и брошюры, посвященные заболеванию. Цель приуроченных к этому дню мероприятий – повышение внимания крайней диагностики и профилактики онкологических заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. В Караганинской области в прошлом году было выявлено 3318 онкобольных. Медики рассказывают, что несмотря на то, что больных стало больше, снизился показатель смертности за счет выявления злокачественных опухолей на ранних стадиях. Рост заболеваемости связан с тем, что у нас по республике увеличился спектр профилактических осмотров, то есть у нас увеличился объем, увеличилось качество профосмотра, улучшилось. И все это связано с тем, что у нас и растет заболеваемость, и еще плюс ко всему это идет выявляемость на ранних стадиях. Недобросовестными алиментчиками займется прокуратура. Неплательщикам решили напомнить о родительском долге сотрудники надзорного органа Октябрьского района. Они вместе с судебными исполнителями выйдут в рейд по неродимым папашам. Для этого создана специальная группа, в состав которой вошли прокуроры, представители департамента по исполнению судебных актов и органов внутренних дел. Члены мобильных групп будут выезжать по месту проживания людей, имеющих долги по алиментам. При этом ответственные органы не только будут взыскивать имеющуюся задолженность тех, кто может, но по каким-то причинам не желает платить, но и при необходимости трудоустраивать безработных должников. Кроме того, районы прокуратуры будут устанавливаться и выявляться скрываемые должниками имущества и доходы. К слову, только в Октябрьском районе числится более трех тысяч недобросовестных алиментчиков. Общая сумма, которую недополучили несовершеннолетние дети, свыше 44 миллионов тинги. Хотим предупредить о том, чтобы все должники при наличии незадолженности самостоятельно погашали, потому что будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности вплоть до уголовной. Большинство неплательщиков алиментов являются лицами безработными, либо уклоняющимися от их уплаты, соответственно скрывающими свои доходы. Но, скажем так, могу сказать одно, что мы предпринем меры к трудоустройству этих должников, либо к их привлечению при наличии у них соответственно доходов и заработка, как соответствующая ответственность. Министерский визит в Караганде с рабочей поездкой побывал министр внутренних дел Республики Казахстан Калмухан Беткасымов. Глава республиканского ведомства и Аким области Баужан Абдишев приняли участие в расширенном оперативном совещании с сотрудниками Департамента внутренних дел региона, на котором были рассмотрены итоги оперативно-служебной деятельности за 2012 и задачи на предстоящий год. Накануне глава государства совместно с представителем МВД провел собрание, на котором они поставили ряд целей. И на сегодня эти поставленные задачи поэтапно выполняются и в Караганинской области. Таким образом, на встрече в шахтерской столице министр внутренних дел отметил, что система профилактики в Караганде хромает, когда ранее она занимала лидирующие позиции. После он предложил конкретно выявить проблемы и найти их пути решения. Давайте сегодня совещали у нас рабочие. Сидят руководители, которые решают все вопросы. Здесь, в правлении министерства, пожалуйста, любой вопрос у нее. Руководитель вашего парламента, Артем области, без всякого лекции друг к другу. Это не научно-практическая конференция. Конкретно давайте поговорим о тех делах, которые у нас есть и как мы их должны решить. Кроме того, люди в погонах дали отчет о выполненной работе за 2012 год. Миргимба Жапаров, начальник областного ДВД Караганинской области, отметил, что в регионе отмечается рост преступности на 27%. В целом по стране этот показатель составляет порядка 40%. В здоровом теле здоровый дух. Фитнес-клуб «Спортика» официально пригласил всех карагандинцев в спортивный зал. Демонстрация новых тренажеров, зажигательные танцы в стиле зумба и подарки для зрителей. На облекательном событии побывала Аида Ибраева. Тренерам фитнес-клуба «Спортика» для того, чтобы привлечь внимание в одном из крупных торговых центров Караганды, понадобились только зажигательная музыка и хорошее настроение. Красивые и стройные девушки и сильные мускулистые парни. Словом, лучшим доказательством эффективности занятий в центре явилась отличная спортивная подготовка всех участников спортивного шоу. За два года со дня открытия фитнес-центр завоевал репутацию самого современного спортивного комплекса в Караганде. Сегодня на базе «Спортики» открыли сразу два новых класса. Занятия на тренажерах фристайлеры, воздействующие на все группы мышц, а также риалрайдеры, велосипеды, имитирующие настоящую велогонку, помогающие добиться буквально стального пресса. И все это для того, чтобы карагандинцы были здоровы, говорит директор фитнес-центра Игорь Шевченко. Я хочу, чтобы наши карагандинцы всегда были здоровы, красивы. В этом мы стараемся помочь им. И поэтому я приглашаю всех в наш фитнес, для того, чтобы получить заряд здоровья, бодрости и веселья. Мы вас ждем. Кроме уникальных тренажеров, не имеющих аналогов, в Караганде на базе «Спортики» функционируют различные развивающие кружки и классы. Одна из самых популярных на сегодня зумба-фитнес также есть в «Спортике». Здесь каждый может найти свое любимое занятие, говорит постоянная клиентка клуба Вероника Житина. Я просто занимаюсь, занимаюсь в клубе, занимаюсь на различных классах. И я просто рекомендую всем, потому что большой выбор, большой спектр услуг, много очень классов. Мы бы даже сравнивали с другими клубами с Россией. У нас даже классов больше, чем у них. То есть мы идем в ногу со временем. На презентации последних новинок от фитнес-клуба «Спортика» каждый желающий смог на себе опробовать новые тренажеры и изучить танцевальные движения. Благодарность за участие организаторы подготовили подарочные абонементы и призы для участников. Таким образом, настоящим спортивным праздником для карагандинцев обернулась презентация фитнес-клуба «Спортика». Аида Ибраева, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Аким Октябрьского района отчитался перед населением, а также ответил на многие наболевшие вопросы жителей. В общей сложности в прошлом году подобные встречи с местными чиновниками проведились пять раз, на которых поступило более ста заявлений и обращений со стороны населения. Уже по сложившейся традиции Аким Октябрьского района начал свое выступление с отчета о проделанной работе. Это строительство крупных предприятий, занятость населения, доступное жилье, благоустройство и модернизация жилищно-коммунального хозяйства. В 2012 году в районе запущено два инвестиционных проекта, общей стоимостью 3 миллиарда тенге. Это проект по производству кондитерского крема на предприятии ТПК «Авангард» на сумму 250 миллионов тенге. Второй проект, не имеющий аналогов на территории Республики Казахстан, это производство крупного литья для грузовых и железнодорожных вагонов. После доклада местные жители дружно выстроились в очередь, чтобы задать вопрос Акиму района и, наконец, получить ответ, когда же решится та или иная проблема. Вопросы горожан касались благоустройства и жизнеобеспечения района. Аким, в свою очередь, пообещал решить некоторые проблемы. С новостями спорта вас познакомит наш спортивный обозреватель. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей Республики Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. В спорткомплексе «Даулет» прошли областные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей с 93-го по 95-й годов рождения. Более 100 участников со всех районов области собрались в спорткомплексе, чтобы сразиться за путевки на республиканское первенство. Я выступаю, занимаюсь борьбой уже 10 лет. Пришел сегодня отбор на Казахстан, борюсь 266 килограмм. Выиграл первого соперника. Давно начал во дворе, когда занимался. Там директор увидел меня, позвал меня, и я вот так начал ходить на борьбу. По итогам соревнований определятся победители, которые получат право выступать на чемпионате республики, который пройдет с 17 по 19 февраля в городе Талдыкурыган. Ну а юным призерам областного первенства остается пожелать удачи и достойно представить родной город на главном чемпионате страны. Сборная Казахстана по хоккею с шайбой в Вене крупно обыграла сборную Австрии со счетом 4-1. В первом периоде в равной борьбе сборные обменялись результативными выстрелами. Максим Беляев открыл счет в матче и вывел Казахстан вперед. Но в середине первого периода Даниэль Вельзер восстановил статус-кво. Вторая 20-ти минутка прошла в существенном игровом преимуществе сборной Казахстана, что доказывает два безответных гола Талгата Жайлавова и Максима Беляева. В последнем периоде казахстанские хоккеисты сумели умело довести матч до победного конца, забив еще одну безответную шайбу, автором которой стал Михаил Рахманов. Итог встречи – безоговоричная победа сборной Казахстана 4-1. С 29 по 31 января в поселке Агадырь прошли областные соревнования под дзюдо среди юношей 97 и 98 годов рождения. В первенстве приняли участие более 237 спортсменов из Караганды и области. В весовой категории 46 килограммов победителем стал Ашимов Диас. В категории 73 килограмма первым был Совет Мейрам, а в самой крупной весовой категории у мальчиков свыше 90 килограммов лучшим был Шакаримов Мади из города Балхаш. В женском разряде среди девочек в категории 44 килограмма победила Дзебенко Анжелика, а Логачева Анжелика стала первой в весе 70 килограммов. На этом у меня все. Напоминаю телефоны новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Не забывайте посещать наш сайт в интернете. Адрес на экране. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Саубомздар. Субтитры подогнал «Симон»